Друзья, всем привет! Сегодня 1 января 2021 года. Мы свое утро начинаем в лесу и наши первые находки. Мы проверяем сегодня наши старые места с вешенкой и фламмулиной. Конечно, нас сегодня радуют. Какие грибочки? Вешенка! Смотрите, какая она. Вся примершая, вся ледяная, но она есть, она наросла. И даже Вика нашла первую саркасцифу. Смотрите, какая алая. Эльфовые чашечки. Смотрите, какая красота. Здесь, здесь прям очень красивые экземпляры, прям уже крупненькие такие. Ой, хороша, прям в самый сок. Вот также экземпляры. И такие все ледяные, но сочные, красивые. Здесь маленькие совсем экземпляры. Барашки такие кучерявые, но красивые, милкие. И по всему стволу тоже. Смотрите, здесь, здесь, во мху. Да чего ж красота. Морозцом прихваченные. Здесь мы видим малышей фламмулинок. Такие замерзшие все, крошечные. Пока притормозили рост. Но сейчас погода отойдет, потеплеет и будет фламмулинка в самом соку. Вот еще. И здесь, смотрите, здесь под листвой припряталось. Малыши прям примершие здесь. Вот тоже. Смотрите, какая поросль пошла. Это уже новый ствол заразился в этот раз. Ой, а здесь какие лопухи. Смотрите, их похоже никто не заметил. Попробуем их достать. Сейчас мороз, и они прям хорошо откалываются так. Смотрите. повредила немножко. Ох ты. Вот какая прям огромная. Какая маленькая фламмулинка, смотрите. И вот чуть-чуть ниже под корой прячется чуть побольше. Смотрите. Не хотелось бы, конечно, нарушать кору дерева. Но здесь, смотрите, какой грибочек. Это фламмулинка вархатистоножковая. Такую можно взять. Экземплярчик хороший. Сейчас вот это вот срежем, а кору поставим обратно. Наш старый добрый ствол. Там внизу еще. Вот надо сюда смотреть в листьях закопанных вокруг дерева. Видите, как она прячется? Там еще в листочках самых корнях. Прям хорошенькие экземпляры. Видите, как холодно, мороз, а грибочки все равно лезут. Мелкие, но свежие. Иногда их совсем мало. Прям по два, по одному. А порой даже и не видно. Смотрите. Совсем. Вот мимо пройдешь, не заметишь, что они здесь есть, оказывается. Вот они. Во мху спрятались малыши фламмулинки. Очень плохо видно ее, конечно, в прошлогодней листве, тем более в замерзшей. Но смотрите, если порыться, можно обнаружить неплохие экземпляры. Их сейчас очень удобно собирать, то, что они мерзлые. Просто откалываешь их и все. И опять же таки, надо все разгребать, потому что все грибы спрячутся в листе. Под корой, во мху, там где потеплее, везде. Все грибочки здесь, они мелкие такие, не вырастают большими. Вот еще экземпляры. Смотрите, прям вымахал здоровый экземплярчик. Держи. Вот еще тоже, чтобы достать. Два. Мало-мало ее, слушайте. Или кто-то здесь ходил до нас, ободрал ее, или она просто здесь так медленно растет, ну совсем крошечки. Да, скудноватенько, конечно. Не так много. Но засчитал, что очень холодно поначалу. Маленькая вешенка говорит нам о том, что когда потеплеет, грибочки начнут расти. И расти причем с очень неплохой силой. А сейчас пока все грибочки вот в таком состоянии. Пока их очень мало, и они очень молоденькие. Деликатес. Очень радует то, что попросыпались новые пни, которые мы в прошлый раз проверяли. На них не было ничего. А сейчас нарастает юная замерзшая вешенка. Люблю ее в таком вот состоянии, когда еще совсем гвоздики. Потому что, ну возьмешь ты крупную, хорошо дальше что с ней делать. Она просто резиновая. А вот такие экземпляры весной вешенки. Самые идеальные. Они сочные, молодые, не жесткие, мягенькие, упругие. И запаха в них сейчас больше всего, больше чем в крупной. Пахнет она просто невероятно. Очень вкусно. Сегодня у нас не грибосбор, а грибооткалывание. Потому что ножом это соскабливать все равно нереально. Оно прекрасно и так отламывается. Очень много-много прям порослей. Меня это очень радует. Значит, январь у нас будет очень богатым месяцем. Потому что, по прогнозу, после январских стоят дожди. Это значит, что хорошенько отсобираемся в этом наступившем 2021 году. Очень много прям. Ой, класс. Чем дальше я смотрю, тем больше радуюсь. Потому что туда дальше прям поросль из молодой вешенки. Ну, это же классно, ребят. Смотрите, какие деликатесики. Отошла от веки и вот просто хожу в жменью, собираю себе. Смотрите, вот с этой стороны обошла, а тут еще вон, какие барашки. И там внизу под стволом тоже класс. Смотрите, какая. Прям, ой, кроме такой рог красивая. Прям класс. Супер. Еще есть? Да. О, еще рогатые. Классно. Там большие. Заглянула под ствол и не прогадала. Потому что здесь, ох, как бы вас доставать, ребята. Ой, ну слушайте, это вообще. Это шик. Как их достать, не знаю. Прям где-то там в коре. Очень далеко. Не хочется ломать и рвать их. Но они такие каменные, прям мерзлые. Вон. Шикардусики. Прям сочные, спелые такие. Запах сразу идет от колокола. Таких грибочков невероятный. О, класс. Поздравил нас сегодня с Новым Годом, лесовичок. Пускай и не елочка, а бук, но тоже хорошо. Вешенку мы любим. Такие грибочки 1 января собирать. Ты что? Это прелесть. Такой подарок себе каждый год нужно позволять. Ой, какая прелесть. И вот эти грибочки будут нас радовать до марта. Ох, наломала. Я уже вкушаю этот запах грибов. Уже хочется их съесть. Пахнут просто аппетитно. Класс. Смотрите, какой свеженький, молоденький экземпляр. О, запах какой шикарный от него идет. Обалдеть. Травка, какая красота, смотрите. Оттаивает мороз, солнышко пригревает и лезет свежая травка. Какая красота. Все ужин напоминает о весне. Мы сегодня гуляли не очень долго. У нас это будет больше как ритуал на 1 января. Но Новый Год мы просто обязаны встретить в лесу. И сегодня лес нас тоже порадовал. Я думаю, если бы мы ходили дольше, намного, то мы собирали бы, конечно, больше. Вот, смотрите. Такой вот результат. Это вешенка и фламмулина проходиста ножка. Вот такие вот молодые, вкусные, сущные экземпляры. Но хорошо понемножку нужно тоже и совесть иметь. Поэтому едем домой сегодня. Отметили Новый Год в таком чудесном месте в нашем любимом. Погода чудесная. Морозец оттаивает. Солнышко пригревает. Можно ехать домой и отдыхать. Поэтому с Новым Годом, ребят! Полных вам корзин! Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok